Контракт. Он помогает избежать случайности в сессии, он помогает привнести какой-то порядок, и он помогает привнести пользу. Вот разговор – пользу. Чтобы понять, что такое польза, нам надо сначала ее озвучить или в начале, или в конце. Человек приходит для решения какого-то вопроса, или в каком-то сомнении разобраться с собой. Но определить эту тему, из темы определить вопрос, который волнует, из вопроса выйти к задаче, к какому-то вектору – это и есть, можно сказать, в этом большом, неопределенном космосе клиента найти какое-то направление, в котором он хочет измениться. Если этого направления нет, тогда это будет разговор философский, и мы не будем чувствовать, движемся ли мы к чему-то, к пользе, становится ли нам яснее или нет. И в конце сессии тогда человек, ему будет сложно понять пользу от этого, нет, не будет чего оформить. И, наверное, вся работа с контрактом, она проходит в процессе. У нас есть понимание и чувство, о чем мы работаем. Я спрашиваю его, о чем-то он мне отвечает. Мы вместе, мы в контракте. Иногда бывает, что коуч уже спрашивает о своем, а клиент говорит о своем. И вот здесь очень интересно, и контракт нам помогает встретиться, об этом же мы или нет. Но если мы встречаемся, здесь тоже две такие крайности есть. И мы как коучи постоянно удерживаем клиента в заявленной теме, в запросе, то тогда нет свободы, нет жизни в этом разговоре. Мы слишком ее упаковываем. А другая крайность, если человек начинает тут, можно сказать, свой фильм раскручивать и идти за какими-то чувствами, впечатлениями, мыслью куда-то уводит в сторону, и мы тогда уже теряемся, о чем это. И тогда здесь надо перепроверить, как это связано с заявленной темой, с твоим запросом. Если связь есть, то мы можем как-то развивать этот фильм и потом находить решение в нем. Если связи нет, то мы должны переспросить, ну, как говоря, контракт, о чем ты хочешь дальше разговаривать. А вернуться к заявленной теме или это для тебя новая тема более важная. И автоматически, ну, это все нужно для того, чтобы работать всегда на пользу, на клиента. Чтобы понимать, что полезно, мы должны это как-то проговаривать. Потому что внутри я могу думать, что ему сейчас надо решать отношения с женой, а он будет думать, что, в принципе, не проблема в отношениях, а проблема в нем самом. И вот таким образом мы можем не встретиться, и наша сессия будет, как бы, каждый о своем. И вот работа с контрактом, это умение всегда чувствовать вектор направления, держаться этого направления, и при этом немножко свободно, как бы, лавировать.